добрый вечер всем ребята у нас сегодня будет очередная новая тема итак давайте тогда начинать мы с вами прошли очень много интересных можно сказать и простых и сложных тем и сегодня у нас будут будет тема model verbs of deduction то есть ребята мы с вами проходили модальные глаголы мы знаем что из себя представляет каждый модальный глагол и как их употреблять но есть еще очень важная одна тема ребята которую я очень поторопилась продемонстрировать вам чтобы вы знали модальные глаголы deducции то есть ребята смотрите мы с вами проходили модальные глаголы мы знаем что они у нас в английском языке звучат как model verbs кроме этого всего ребята мы с вами узнаем что такое модальные глагол да что из себя представляет модальный глагол как мы употребляем где используем в настоящем прошедшем и будущем времени ребята дальше мы с вами знаем такие модальные глагол как can could may might should would will must have to и так далее да ребята мы знаем все модальные глаголы мы знаем как формировать позитивную то есть утверждение отрицание и вопросительную форму а сегодня мы с вами будем проходить модальные глаголы deducции так смотрите ребята model verbs in english мы знаем can это much could прошедшим временем may might should и would дальше смотрите ребята давайте немного повторим да модальные глаголы вообще у нас в английском языке не используются самостоятельно да мы с вами это знаем и обозначают не конкретное действие или состояние а способность недопустимость возможность вероятность необходимость совершения действия и важное правило ребята первое это за исключением can could и may might модальный глагол имеет только одну форму настоящего времени второе модальный глагол не изменяется по лицам и не имеет окончания с третьем лице единственного числа дальше ребята все эти правила мы с вами проходили сейчас мы с вами по ходу без и просто повторяем и третье правило это отрицательная форма модельного глагола образуется постановкой после него частицы ноль четвертое же после модальных глаголов кроме глаголов ought to have to be следует инфинитив без частицы to дальше ребята смотрите сегодняшняя наша тема это models of deduction то есть что это такое и как употреблять смотрите некоторые из нас вообще используют этот метод в повседневной жизни для составления заключения на родном языке мы также используем дедукцию в английском языке ребята есть даже список модальных глаголов которые называются модальными глаголами дедукции models of deduction их мы обсудим сегодня смотрим ребят models of deduction в настоящем времени present мы используем модальные глаголы дедукции чтобы сказать насколько мы уверены в чем-то глаголы дедукции в настоящем времени must might may could и can't дальше ребята мы используем мы используем must когда уверен что что-то верно потому что есть очень близкие доказательства например he must live near here because he comes to work on food например например ребята смотрите здесь у нас на примере видно he must live near here because he comes to work on food we don't know where he lives but we are sure it's not far away то есть смотрите он должен жить поблизости поблизости сюда да потому что он ходит пешком смотрите мы не знаем где он живет но мы уверены что он живет неподалеку дальше смотрите мы используем might, may или could когда думаем что что-то возможно но мы не уверены what do you know about him что ты знаешь о нем или he might be a reserved person он может быть сам кутом человека смотрите сейчас мы с вами разбираем тот момент когда мы используем might, may или could ребята когда мы думаем что мы используем эти модальный глагол детукции когда мы думаем что что-то возможно но мы не уверены what do you know about him что ты знаешь о нем и отвечаем ответа he might be a reserved person он может быть сам кутом человека здесь у нас использовано модальный глагол детукции might то есть может быть дальше смотрим здесь у нас идет второй пример they may be late on meeting они возможно опоздают навстречу здесь как вы видите мы использовали may переводится как возможно или же напомню don't eat it it could be poison не ешь его он может отравлю смотрите здесь у нас использовано could и переводится как может дальше мы используем can't или couldn't когда предполагаем что что-то не так например she can't be mother she is only 14 смотрите она не может быть мамой а ей всего 14 лет или например he can't be in prison i saw him yesterday in a pub то есть невозможно чтобы он был в тюрьме да я видела его вчера смотрите все модальные глаголы детукции в настоящем зависит от того насколько вы уверены в факте present то есть это настоящее да смотрите ребята то есть you are вы уверены на сто процентов my hand person should mike is at home то есть вы на сто процентов уверены что майк сейчас дома да mike must be at home он должен быть дома или здесь в настоящем времени вы уверены пятьдесят на пятьдесят то есть только на пятьдесят процентов mike is at home mike когда мы здесь вот смотрите когда у нас идет стопроцентная уверенность ребята мы с вами используем mask например mike должен быть дома mike must be at home когда мы с вами уверены только на пятьдесят процентов да то мы с вами используем may my или could в этом случае наше предложение что mike должен быть дома мы с вами используем mike may might could be at home или например у нас идет третий вариант когда мы с вами мы на сто процентов уверены что mike не дома то есть mike isn't at home тогда мы используем отрицательную форму can mike can be at home понятно да дальше смотрим ребята то есть must мы с вами на восемьдесят девяносто процентов вероятности то что mike или просто говорящий практически уверен в том что действие произойдет а can или can у нас семьдесят процентов вероятности и говорящий склоняется к тому что действие произойдет но не не произойдет и could и couldn't у нас идет пятьдесят процентов вероятности где говорящий думает что действие может произойти может и не произойти дальше у нас идет may и main например это тоже пятьдесят процентов вероятности Говорящий думает, что действие может произойти или не произойти. Дальше у нас идёт might и mightn't. То есть здесь у нас идёт 30% вероятности. И говорящий думает, что действие едва ли возможно или невозможно. Дальше смотрим. Здесь у нас идёт структура всех модальных глаголов дедукции в настоящем времени одинакова. То есть, ребята, смотрите, для того, чтобы вам было понятно, мы с вами всегда, когда проходим новые темы, обязательно сравниваем по схеме. То есть мы с вами запоминаем схему образования предложений в английском языке. Смотрите, здесь мы с вами сейчас рассматриваем структуру всех модальных глаголов дедукции в настоящем времени. И мы должны забыть, что они все одинаковые. Одинаково. Смотрите, affirmative – это у нас утверждение. Сначала у нас идёт subject, затем у нас идёт model of depiction, затем у нас идёт word, то есть глагол. Мы используем infinitive. Дальше у нас идёт interrogative. То есть здесь у нас идёт вопросительная форма, где вначале у нас сначала идёт модальный глагол, затем у нас идёт subject, потом только у нас идёт глагол. Дальше у нас negative form, где вначале у нас идёт no, затем у нас subject, потом у нас идёт model, потом только частица not, и в конце глагол, то есть первоначальная форма, да, или глагол первой формы. Дальше, ребята, у нас идёт models of deduction в прошлом времени. Сейчас до этого мы с вами разобрали models of deduction в настоящее время, in present time. И сейчас мы с вами разбираем структуру модальных глаголов уже в прошлом, то есть past. Смотрите, структура модальных глаголов в прошлом другая, но смысл очень похож. Просто относится уже к прошлому времени, да, ребята? Смотрим, must plus have verb with ed. То есть, ребята, у нас идёт вначале модальный глагол must, затем мы используем глагол have, затем у нас идёт глагол уже с окончанием ed или третья форма неправильных глаголов. В этом случае мы уверены, что что-то произошло в прошлом. Например, where is my wallet? Someone must have stolen it. Например, здесь у нас такой предложение, где мой кошелёк или бумажник, да, нужно сказать, где мой бумажник, должно быть, кто-то украл его. То есть здесь мы уже уверены, что что-то произошло в прошлом. Например, you are sorry. It must have been raining outside. Вы промокли. Наверное, на улице шёл дождь. Понятно, да? Теперь смотрим, ребята. Для того, чтобы вам было понятно, мы с вами будем разбирать примеры для каждой схемы индивидуальной, чтобы вам было понятно, чтобы вы знали, как формировать модальный глагол дедукции must, could, can, can't, may, might и так далее. Теперь мы с вами будем разбирать might, may, could plus have verb with ed или третья форма нейтрального глагола. Вообще, в этом случае или в таком случае мы думаем, что что-то было возможно, но мы не уверены. Например, the thieves might have escaped by car, but we can't be sure. Воры могли сбежать на машине, но мы не уверены. Или, например, he should be our by now. He may have been delayed by a traffic jam or something. Он должен быть уже через час. Возможно, он задержался из-за пробок или что-то вроде этого. То есть, как вы видите, здесь мы использовали конструкцию, можно сказать, конструкцию might have. Затем здесь у нас идёт might, дальше у нас идёт have глагол, и мы используем, если это правильный глагол, глагол с окончанием идти или же третью форму неправильных глаголов. В нашем случае escape – это правильный глагол, и здесь идёт с окончанием идти. После модального глагола might и have. Дальше у нас идёт I can't find my purse. I could have left in the supermarket, but I just don't know. Смотрите, не могу найти свой кошелёк. Я могла ставить его в супермаркете, но я не знаю. Смотрите, в этом случае вы видите, вначале у нас идёт I can't find my purse. То есть, я не могу найти свой кошелёк. Дальше мы используем could. По той схеме, где у нас было might, may, could плюс have и глагол с окончанием идти, или третья форма неправильных глаголов. И как раз по этой схеме у нас формированы или составлены эти предложения. I could have left it in the supermarket, but I just don't know. Смотрите, не могу найти свой кошелёк, и как видите, я могла. Сначала у нас идёт модальный глагол could, затем у нас идёт глагол have, и мы использовали третью форму неправильных глаголов, глагола leave, left, left. И здесь у нас передоступно, я могла оставить его в супермаркете, но я не знаю. Дальше мы с вами будем разбирать, ребята, can't, couldn't, затем у нас будет глагол have, и глагол с окончанием идти, или третьей формы. Когда же мы используем такую конструкцию? Тогда мы используем тогда, когда мы уверены, что ничего не произошло в прошлом. Например, I thought I saw John in town this morning, but it can't have been him. He's in Greece this week. Я думал, что видел Джона в городе этим утром, но это не мог быть он. Так, смотрим. Дальше. Он в Греции на этой неделе. Дальше у нас... Так, я извиняюсь, ребята. Дальше у нас идёт следующее. Пример. Я не могла оставить его в супермаркете, я обнаружила это в автобусе по дороге домой. То есть, как вы видите, здесь мы использовали просто it can't have been him. Здесь у нас can't have left. То есть, это та же конструкция, ребята, где у нас идёт can't или couldn't, затем у нас идёт have, и правильный глагол с окончанием идти, или третья форма неправильного глагола. Дальше. Следующий пример. You can't have read the instructions properly. They're perfectly clear. Так. Вы не смогли прочитать инструкцию должного модула. Они совершенно чёткие. Дальше. Как вы можете видеть в приведённых выше примерах, ребята, структура modals of reduction в прошедшего времени следующая. То есть, если это утверждение, affirmative, то у нас идёт сначала subject, потом у нас идёт model, затем у нас идёт have, и третья форма неправильных глаголов, или окончание идти с правильными глаголами. Дальше у нас идёт пообразительная форма, где у нас сначала идёт model, затем у нас идёт subject, потом у нас идёт have, и глагол третья форма, или с окончанием идти. Дальше смотрим. Negative. Отрицание, да? Мы знаем, что всегда мы используем no или not, но в нашем случае сначала идёт no, отрицание, потом у нас идёт subject, затем model, потом частица not, потом только у нас идёт have, или have, после не выйдёт глагол третьей формы, если это правильный, то с окончанием идти. Я думаю, что эта схема вам уже понятна. Дальше. Модальные глаголы для выражения предположений и догадок. То есть, ребята, модальный глагол для выражения предположений и догадок. Models of speculation. До этого мы с вами прошли models of deductions, то есть дедукции. Теперь мы с вами будем разбирать models of speculation. То есть это предположение. Смотрите, это вообще у нас предположение обычно состоит из двух частей. То есть первое, вначале у нас идёт модальный глагол, как вы видите, а затем у нас идёт инфинитив. Модальный глагол указывает на степень вашей уверенности. И анализируя какую-либо ситуацию, мы приходим к определённым выводам. Иногда мы полностью уверены в достоверности информации. Должно быть, я уверен, что да, или либо уверены, что что-то не может быть правдой, не может быть что бы и так далее. А в других же случаях мы высказываем вероятность чего-то. То есть не единственный, но наиболее вероятный вывод. Это вероятнее всего, скорее всего. И можем просто сделать предположение относительно возможных вариантов. Например, может быть, возможно и так далее. Инфинитив у нас вообще показывает, к какому времени относятся ваши предположения. То есть мы разберём виды инфинитива, которые могут использоваться с модальными глаголами в этой функции. Смотрите. Сначала у нас идёт present infinitive, то есть infinitive. Здесь у нас идёт глагол best you see to do. Дальше у нас идёт present simple, future simple с глаголами состояния. То есть смотрите, ребята, для того, чтобы вам было понятно, я объясняю ещё раз. Так как models of speculation у нас мы используем, когда хотим что-то предположить. Смотрите, предположение вообще обычно состоит из двух частей. Мы уже сказали, да, с модального глагола первая часть, потом у нас идёт infinitive. Смотрите, модальный глагол у нас указывает на степень нашей уверенности. И вообще, анализируя какую-либо ситуацию, мы приходим к определённым выводам. Иногда мы полностью уверены в достоверность информации, например, должно быть, я уверен, уверена, что и так далее. Или либо уверены, что что-то не может быть правдой, не может быть, что бы и так далее. А в других случаях мы высказываем вероятность чего-то, то есть не единственный, но наиболее вероятный вывод, как вероятнее всего, скорее всего и так далее. И можем просто сделать предположение относительно возможных вариантов, как может быть, возможно и так далее. И infinitive вообще показывает, к какому времени относятся наши с вами предположения. И сейчас мы с вами будем разбирать именно виды infinitive, которые могут использоваться модальными глаголами в этой функции. Смотрите, здесь у нас есть present indefinitive, то есть present continuous. Здесь у нас есть глагол из частицы to, где be, затем у нас идет глагол с синглом окончанием, здесь у нас будет времена present continuous и future continuous tense. Дальше у нас идет perfect infinitive, мы используем have, затем у нас идет глагол третьей формы. Времена у нас идет past simple, present perfect и past perfect tense. И в конце у нас есть perfect continuous и infinitive, то формируем с помощью have been плюс глагол с синглом окончания. Времена у нас будут past continuous, present perfect continuous или past perfect continuous tense, ребята. И вообще выбирая, какой вид infinitive использовать, вы должны понимать, к какому времени относится данное действие. Как вы видите из таблицы, один вид infinitive может выражать несколько времен. В нашем предположении из контекста будет понятно, какое действие вы имеете в виду. Давайте разберем каждый модальный глагол и рассмотрим пример. В каждом примере постарайтесь определить тип infinitive. Смотрим, ребята. Полная уверенность. Мы, когда мы говорим, что мы на сто процентов уверены, мы до этого сказали, что мы используем must или can't. Вы можете быть уверены в том, что что-либо является правдой. Тогда мы используем must. Либо в том, что либо никак не может быть правдой. В таком случае мы с вами используем can't. Например, смотрите, здесь у нас идут примеры. Это должно быть моё полотенце, я его узнаю. Вы на сто процентов уверены, что это ваше полотенце. И здесь мы использовали модальный глагол must. Дальше, например, Он должен знать её мужа, а не работать в одной компании. То есть мы уверены на сто процентов, что он должен знать её мужа. Например, следующий пример. They must remember us. We met last week. Они должны нас помнить. Мы познакомились на прошлой неделе. Здесь у нас тоже идёт must, где предложение переводится как должны. Они должны нас помнить. Мы на сто процентов уверены, что они нас помнят, потому что мы познакомились на прошлой неделе. Или, например, She must be playing the piano now. I can't hear music. Она должна быть играть на пианино. Я слышу музыку. И как вы видите, здесь у нас идёт уже must be playing. То есть она должна быть играть на пианино. Или, например, He must be having a shower now. There is no answer. Должно быть. Он принимает душу. Он не берёт трубку. Как вы видите, здесь у нас все примеры составлены по разовной схеме. Если у нас есть предложение, где мы просто используем must be, might all, или, например, просто must, как вы видите. Дальше у нас идёт must be having. Дальше у нас идёт must be working. Или, например, must have already finished. То есть, например, You must have already finished your work. Ты, должно быть, уже закончил работать. То есть, ребята, все эти примеры у нас были составлены именно по вот этой схеме. Дальше продолжаем. Например, He must have sent me this letter. Я уверена, что это он прислал мне письмо. Здесь, как вы видите, использовали must have sent. Здесь у нас это третья форма неправильных глаголов. Или же, например, They must have been sleeping. They were very sleepy. Должно быть, они спали. Они были очень сонные. Или же, например, You must have been listening to music when I was calling you. Я уверен, ты слушал музыку, когда я тебе звонил. Как вы видите, здесь у нас идёт must have been. До этого, когда мы с вами проходили мандальный глагол, мы с вами узнали, как использовать только сам модальный глагол. Например, You must read, You must go home и так далее. Но сегодня мы с вами разбираем models of deduction, models of speculation. Поэтому вам очень важно запомнить каждый важный момент для того, чтобы вы могли разбирать, о чём идёт речь. Смотрите, must в этой функции используют только в утвердительных предложениях и указывать на положительные предположения относительно настоящей ситуации, сделанной логическим путём. То есть, это Positive Logical Assumption. Дальше, если вы уверены, что что-либо не может быть правдой, то есть не может быть или не может быть что-бы, вы используете can или could. И нужны вам инфинитивы, ребята. Например, This car can't be mine. Mine is red. Это не может быть моя машина, моя красного цвета. Как вы видите, здесь есть пузолик can't be. Или, например, She can't know my friend. They have never met. Она не может быть знакома с моим другом. Они никогда не встречались. Дальше, например, посмотрим на следующий пример, где написано You can't remember the accident you were a baby. Не может быть, чтобы ты помнил обварить пыль у ребенка. И здесь, как вы видите, использовали can't, который мы используем, когда мы не уверены, что что-либо не может быть правдой. Дальше, например, They can't be playing football as they don't have a ball. Не может быть, чтобы они играли в футбол, у них нет мяча. Или, например, She can't be having breakfast. She never has breakfast at home. Не может быть, чтобы она сейчас завтракала дома. Она никогда не завтракает дома. И следующий предмет, например, He can't be working. Today is his day off. Не может быть, чтобы он работал. Сегодня у него выходной. Или, например, He can't have seen me there. Он не мог меня там видеть. Как вы видите, здесь can't мы в основном или, можно сказать, используем только в отрицании. She couldn't have been sleeping at 10 o'clock as she was at the party. Не может быть, чтобы она спала вчера в 10, потому что она в это время была на вечеринке. Предложение, то есть предположение с can't и could называется negative logical assumption. Дальше у нас идет вероятность, ребята. Если же вы не уверены, на 100%, но считайте, что это вероятно, скорее всего, то используем should или ought to. Смотрим. Используем should или ought to. Например, She should or ought to be at home. She's rarely out in the evening. Скорее всего, она дома. Она редко выходит до вечера. Дальше следующий пример. They should или же ought to be driving to work now. It's 9 o'clock. Вероятно, они сейчас едут на работу. Сейчас 9 часов. В этой функции, ребята, вероятность should и ought to не используются относительно прошедших действий. Потому что should have глагол третьей формы это уже другая конструкция. мы с вами другая конструкция, о которой мы с вами будем проходить уже на следующих занятиях. Так, минуточку, ребята. Итак, смотрим. Дальше, ребята, у нас идет возможность. И если мы считаем, что что-либо возможно в будущем настоящем, например, может быть, то для выражения этой идеи можно использовать модальный глагол can, could, may, might. Но будьте внимательны, так как can обозначает возможность в общем. То, что теоретически возможно. показывает, что возможно в конкретной ситуации, при определенных условиях, конечно же. Например, смотрите, milk can go off very quickly. Молоко может портиться очень быстро, в общем. Мы здесь использовали can. This milk could или may или же might go off if you don't put it into the fridge. Это молоко может быстро использоваться, если ты не поставишь его в холодильник. В этом случае конкретная ситуация. Дальше вам нужно будет запомнить, что в вопросах, догадках никогда не используются may, ребята. Смотрите, who might know him? Кто может его знать? Или who could have sent this letter? Кто мог отправить это письмо? Как вы видите, вопроситель for me? Или когда мы задаем вопрос, мы с вами используем might could have. Еще несколько примеров, относящихся к прошедшим действиям. Например, she could have written this letter. Возможно, она написала это письмо. Здесь у нас could переводится как возможно. Или, например, they may have forgotten to call us. Они, возможно, забыли нам позвонить. Здесь у нас may используем именно для утвердительного предложения, где переводится как возможно, а невозможно забыли нам позвонить. Или, например, he might have been waiting for you. Возможно, он тебя ждал. И здесь у нас might переводится как возможно. Дальше, ребята, у нас будет could и might сочетание с perfect и infinite. Смотрите, could и might сочетание с perfect и infinite могут также выражать действие, которое могло произойти в прошлом, но не произошло. The children were playing with the ball. They could или можно использовать might have broken the window, but fortunately they didn't. Дети играли с мечом, они могли бы развить стекор, но к счастью они этого не сделали. Понятно, да? Дальше, у вас наверное появился вопрос, ребята, зачем нам учить эти сложнейшие конструкции, если есть много вводных слов, например, I'm sure it's possible и любимое всеми, например, maybe, мы прекрасно обходились без модальных глаголов, да, это так, но для базового общения этого достаточно. Но мы же стремимся к тому, чтобы свободно общаться на английском, и во многих случаях, чтобы понять, что именно имеет в виду собеседник, и как он относится к ситуации, вам необходимо, если не сами использовать эти конструкции, то хотя бы быть знакомыми с ними и воспринимать в речи. Чтобы вам было легче, мы подготовили для вас табличку, в которой кратко представлено содержание данной темы. Смотрите, ребята, сначала у нас идёт то, что вы хотите выразить. Например, это может быть уверенность, вероятность, возможность. Дальше у нас идёт, чем можно заменить. I'm sure, I'm cutting, и так далее. Вероятность, probably, возможность, it's possible, likely, perhaps, maybe, и так далее. Модальный глагол мы используем, если речь идёт об уверенности, мы используем must, can't, couldn't. Что стоит после модального глагола в тип инфинитива? То есть do, be doing, have done, have been doing. Дальше, вероятность, чем можно заменить probably, это вводные слова. Дальше, модальный глагол мы используем should. и что стоит после модального глагола на практике инфинитива? do или be doing. Дальше возможность, это если речь идет о возможности, мы заменяем такими вводными словами, как it's possible, likely, perhaps, maybe. И модальный глагол мы используем can, could, may, might. А тип инфинитива называется do или be doing, have done, have been doing. Дальше, ребята, на этом мы с вами заканчиваем нашу сегодняшнюю новую тему, ребята. Я думаю, что вам все было понятно. Для того, чтобы вам было еще понятнее, я отправлю вам определенные правила и слова, которые вам нужно будет выучить. Но до этого давайте мы с вами еще раз повторим то, что мы с вами прошли. Мы с вами узнали, что такое что из себя представляет глагол дедукции, то есть models of deductions. Мы знаем, что как мы используем модальные глагол дедукции в настоящем времени, мы прошли модальные дедукции именно в прошедшем времени, у нас есть определенные схемы, структуры, когда и как мы с вами можем использовать эти глагол дедукции. Дальше мы с вами прошли models of speculation, то есть это модальный глагол для выражения предположений и догадок. Мы узнаем, что у нас предположение обычно состоит из двух частей модального глагола и инфинитива. Модальный глагол мы узнаем, что указывает на степень нашей уверенности, а инфинитив у нас показывает, к какому времени относятся наши предположения. Здесь у нас схема. Дальше мы с вами знаем, если полная уверенность, мы используем must и can't. Затем мы с вами прошли вероятность, где если мы уверены на 100%, но считаем, что это вероятно скорее всего, то используем should и ought to. Дальше у нас идет could, may, might. мы с вами узнали схему, когда мы можем разобрать, что мы хотим выразить, чем можно заменить, то есть какими вводными словами. Затем у нас идет модальный глагол, и что стоит после модального глагола, то есть тип инфинитива. мне было очень приятно вести сегодняшнее занятие, ребята, думаю, что вам тоже было интересно, и на этом я заканчиваю, ребята. это. Спасибо.